На заседании регионального правительства 17 августа ключевой темой стала готовность образовательных организаций к новому учебному году. В центре внимания безопасности учащихся, ремонты дорог, где проходят школьные маршруты, своевременное предоставление бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, поставки учебной литературы и многое другое. Как идет работа в регионе, подробнее об этом расскажет наш корреспондент. 1 сентября детские сады, школы и колледжи Верхневолжья, а это свыше тысячи учреждений, откроют свои двери более чем для 220 тысяч детей. Кстати, это почти на тысячу больше, чем годом ранее. В учреждениях будут работать более 20 тысяч педагогов. Кроме того, глава региона отметил ввод новых дошкольных образовательных учреждений. Например, 1 июня открылся детский сад УМКО. Еще в 2023-м большое внимание уделялось укреплению материально-технической базы регионального образования. Если говорить по подготовке материально-технической базы, достаточно хорошо, активно идет. Мы в этом году начали реализовывать программу по ремонту плацов и территорий на территории школ и детских садов. У нас первые ласточки – это Вышний Волочок, город Тверь. Сейчас еще у нас Фирова на очереди и еще несколько образовательных организаций. Так, в 37 дошкольных организациях на территории 24 муниципалитетов проведены ремонтные работы. Обновлены фасады кровли, окна, инженерные сети, система безопасности, благоустроенные территории. Установлено 29 уличных игровых комплексов. В 39 школах на территории 21 муниципалитета проведен ремонт спортивных залов, санитарных комнат, пищеблоков. В 15 зданиях школ ведется комплексная модернизация. Приводится в порядок подъезды к школам, обустраиваются системы видеонаблюдения. Рассмотрены вопросы организации питания школьников, медицинского сопровождения, подвоза детей автобусами, развития системы дополнительного образования по разным направлениям, профессиональной ориентации ребят. В текущем году высокий уровень подготовки. Можно поставить уверенно положительную оценку и главам, и нашим министерствам, всем, кто принимал участие. Очень важно отметить, что мы подходим к новому учебному году с рядом обновлений и в учебной программе, и в процессе организации обучения. Кроме того, реализовано 57 проектов программы поддержки школьных инициатив и 4 проекта студенческих инициатив. Они направлены на создание комфортных условий для учебы, творчества, спорта и отдыха детей с учетом их же пожеланий. По итогам выполнения комплекса мероприятий по подготовке учреждений к 1 сентября проведена комиссионная приемка организаций. В некоторых из них сейчас устраняются замечания. Еще рассмотрена готовность к 1 сентября и подведомственных региональным министерствам колледжей. Профобразование в регионе активно развивается. К примеру, в этом году по сравнению с прошлым увеличилось количество первокурсников. Вводятся новые актуальные для региона здесь и сейчас специальности, которые направлены на развитие экономического кластера Верхнемужья. Продолжение следует...